Штраф за загрязнение окружающей среды будет увеличен в 10 раз. Такая норма прописана в проекте нового экологического кодекса. Теперь промышленные предприятия смогут проверять без уведомлений. А выбросы в окружающую среду будут контролировать специальные датчики. Перевооружение промышленного производства предприятия начнут с 2025 года. Готовы ли промышленники к ожидаемым жестким требованиям, расскажет Ирина Камышова. Загрязняешь воздух – плати. Такой принцип давно применяют в развитых странах. Теперь этот опыт внедрят и в Казахстане. Для этого Минэкологии предлагают ввести крупные штрафы для 50 промышленных гигантов. На их долю приходится 70% выбросов в атмосферу по всей стране. Причем эти штрафы будут только расти. Каждые три года в 2, 4 и 8 раз. Избежать баснословных сумм можно и даже нужно. Но придется потратиться на внедрение на предприятия наилучших доступных технологий. Благодаря модернизации технологических процессов ожидаем снижение эмиссии в окружающей среду. Для примера хочу отметить опыт стран Европейского Союза, которые для улучшения состояния атмосферного воздуха внедрили НДТ. Понятно, что это не быстрый вопрос. Для этого в Европе потребовалось порядка 15 лет. А еще проект ЭКО-кодекса запрещает эксплуатацию и производство транспорта, который не соответствует техрегламенту ЕАЭС. Под ударом окажется почти 70% сельхозтехники. Норма вызвала обеспокоенность у мажорисменов. Спикер мажориса Нурлан Игматуллин призвал тщательно проработать этот пункт. Иначе завтра сельчанам попросту не на чем будет работать. Вопрос по эксплуатации вызывает тревогу. Так как данная норма в случае ее принятия вступит в действие с 1 января 2021 года, на мой взгляд, в первую очередь в данной ситуации пострадают жители села. Это 40% нашего населения. Позвольте данный вопрос согласовать, отработать на заседании рабочей группы. Мы снимем вопрос по эксплуатации и позволим автомобилям до полного вывода их из эксплуатации сделать поэтапный такой переход. По-новому будут оценивать и воздействия на окружающую среду. Раньше эту процедуру проходили все промышленные предприятия. В новом кодексе эта обязанность закреплена только за теми, кто относится к первой категории – главные загрязнители окружающей среды. Причем оценивать будут вместе с общественниками. Они же предлагают пересмотреть и внести изменения в концепцию по переходу к зеленой экономике. Я думаю, что с принятием экологического кодекса можно было много к нему подойти, обновить его, актуализировать и отработать много экономических механизмов и показателей для достижения поставленных индикаторов. Затронули мажоресмены и вопросы экологического страхования. По их мнению, страховать нужно все промышленные предприятия, чтобы завтра они смогли возместить убытки в случае форс-мажора. Разработчики же предлагали охватить это нормой только крупные предприятия. В то же время вместе с экологическими изменениями пора менять и систему образования в этой отрасли. На этом настаивают эксперты. Вопрос экологического обучения и воспитания очень важен. Потому что там больше надо посмотреть вот эти учебники, пособия. Потому что то, что в реалиях, оно не дается в университетах. То есть человек, он даже не в курсе, что вот это АВОЗ, что и все остальное, что нужно проводить НДТ, вот эти новые технологии. Это все очень сложно, поэтому мы как-то оторвались от образования экологического. Экологический кодекс не будет работать без общественного контроля. По словам независимого эколога Дмитрия Калмыкова, нужен постоянный онлайн-мониторинг. Датчики выбросов должны быть повсюду. Их результаты по принципу погоды доступны в любое время суток для населения. Один из главных показателей вот такого оздоровления, озеленения экономики, это снижение как валовых, так и удельных выбросов загрязняющих веществ на единицу продукции. И здесь я бы поддержал тех коллег, которые считают, что внедрение новых технологий, техническое перевооружение, это вообще безальтернативный путь. Другого способа нет. К тому же новым законопроектом будет урегулирована так называемая иерархия отходов. Это значит, что необходимо минимизировать образование отходов у источника. Их повторно нужно использовать, перерабатывать, утилизировать и лишь в последнюю очередь закапывать на полигонах. Здесь было неоднократно уже сказано, я очень этому рад, что цель это защитить экологию общества и дать возможность промышленности дальше развиваться, работать. Многие вопросы, которые поднимал общественность, сегодня в этом кодексе присутствуют. Конечно, тот кодекс, который зашел сюда в парламент, и тот, который сейчас, он значительно поменялся. Наверное, правильный подход, учитывать и интересы экономики, и бизнеса. Именно тот логический подход, когда в первую очередь нацелено не на получение штрафов, которые, как мы видим, больше половины тратятся на другую сферу. Именно на правильное улучшение экологической ситуации, внедрение новых технологий, будет тратиться, мы это полностью поддержим. Стимулирует предприятие вкладывать в экономику, начнут не сразу. Норма заработает через пять лет. Предприятиям дадут три года на разработку национальных справочников с учетом технологических особенностей действующих предприятий. По мнению главы Минэкологии, мажористменов и общественников, важно сохранить баланс. Закрывать действующие предприятия, нанести урон экономике. Но экологической катастрофы допустить нельзя. Ирина Камышева, Динара Жанбатырова. Итоги дня.